Применение свободного десневого депетализированного трансплантата тоже абсолютно все понятно, но применяется при любом классе рецессии по миллеру, при любых дослонных методиках в области зубов и имплантатов, при любых тоннельных техниках, их уже теперь не одна, там и несколько, и в любое место мы имеем право поставить трансплантат. Самое главное соблюдая законы забора трансплантата и его фиксации в принимающем ложе. Когда мы фиксируем трансплантат в принимающем ложе, кроме методов вышивания его прижимающими швами, мы должны помнить, что у трансплантата есть мертвые зоны. Что это такое? Прекрасно. Любая поверхность, в которой отсутствует сосудистая русла, например, если это может быть корень или это поверхность имплантата, это там, где он не получит питание дополнительного. Если... Простите, а у нас-то множество при приемных слизистых, он означает, по идее, в данный момент, мы говорим о мертвых зонах, соединенных на трансплантатах, нет? Просто свободного трансплантата. А, свободного трансплантата. И мы его приобретаем в принимающую ложе. Ну, принимающую ложе, да. А там есть мертвое пространство, например, поверхность корня, которую мы в рецессии устраняем, там есть оголенная поверхность корня. И иногда она, ну, очень высокое прикрепление, когда есть, да, например, костная, то поверхность корня сильно оголена. Не только та часть, которую мы видим в полости рта, когда мы устраняем рецессию, да, которая является глубиной рецессии. Но есть еще часть под лоскутом, которую мы открыли, увидели, а там корень обнажен почти на две трети, например. Это очень частая история клиническая. И это будет являться мертвым пространством, да, для трансплантата. Также витки имплантата, если у нас обнажены, это же тоже место, где нет сосудистых клеток. Есть ли у вас вопросы по поводу забора? Значит, свободный тесневой трансплантат забирается от границы второго премоляра, можно до второго или до третьего, это зависит от того, что мы имеем. Трансплантаты в области клыка, первого и второго премоляра не забираются. Почему? Ну, как фораном, минор, пилотинали, можно обойти так же, как и маяр, тут как бы не, это не проблема. Складки? Складки, вы называете? Я деэпитализирую складки. Почему? Просто больше деэпитализирую, и все. Жировой ткани? Да, да, там на самом деле один сплошной жир. То есть, когда мы уберем, деэпитализируем, да, эпителий, уберем вот эти ребристости, вот это, да, не очень такое эстетично, переворачиваем трансплантат, а там один жир. И в итоге мы получаем такую совсем тряпочку. Конечно, если вдруг, ну, случилась какая-то история, один раз в жизни, я видела такое, слава богу, это не у меня произошло, но доктора-ассистент пылесосом засосала трансплантат, который он только что забрал. Нет, у меня такого не было. И доктору пришлось просто идти в другую, а у него уже приготовлено принимающие лыжи, и доктор ушел уже, как бы, понятно, вот, он мне просто звонил, фотографировал в процессе, что делать. Я говорю, ну, идите уже тогда вот сюда, потому что с другой стороны не было возможности заборную. Это какие-то экстренные ситуации, но, конечно, качество этого трансплантации, соответственно, выживаемость и приживаемость, она будет низкая. Смысла туда идти нет, тем более, там более болезненно, на самом деле, поверьте мне, там более болезненно и хуже заживает в этих зонах, потому что там уже такая особенность есть кровоснабжения. Есть еще риск, что там анатомическое образование, там есть петля, да, в области клыка и первого премоляра, она между ними находится, там делает загиб сосудистый нервный пучок, и если мы в него торгаемся, мы получаем тяжело купируемое кровотечение, ну, то есть кто не умеет с ним справляться, вызывает скорую, да, не надо заниматься ничем. В общем, надежнее просто туда не ходить, от второго премоляра до второго маляра, до третьего, сколько вам нужно этого трансплантации, только вы его забираете. Бугр верхней челюсти. Нет методики стопроцентной, которая бы сказала, вот только так можно делать. Бугры у всех индивидуальные, тут вы со мной, я думаю, никто спорить не будет, он даже при толстом биотипе он может. Он может быть сглажен и не выражен, тогда вы можете делать этот забор таким же методом окна, просто он будет у вас расположен на бугре. В каком-то таком варианте. Если у вас красивый, большой, толстый вылаженный бугор, вы делаете, да, расщепление этого бугра и забираете то количество трансплантатов, иногда и не один, столько, которое вам потребуется. Я иногда, например, делаю такие вещи, если удаляю параллельно там что-то, какие-то маляры седьмое, восьмое, я забираю сразу в области восьмого трансплантат, чтобы подставить там куда-то, куда мне надо. Нужно бы вас сочетать такие методы, чтобы, ну, меньше травматизации для пациента происходит просто в такие моменты. То есть у вас бугром все индивидуально, тут вы выбираете только тот метод, который подходит к конкретному данному клиническому случаю, к конкретным условиям. С твердым небом закон, старайтесь не пренебрегать им. В области первого маляра, между первым и вторым маляром у нас есть анатомическое образование на небе, которое называется форамонталитиналемаэр, в котором выходит сосудистый нервный пучок. И мы его должны избегать при заборе трансплантата по понятным причинам. Каким образом вы его можете визуализировать? Да, проведением анестезии, когда вы проводите анестезию в области этого отверстия, выпад вы увидите, такой пузырьковый, легкий-легкий. Вот это граница, за которую вы не имеете права заходить. Можете себе, ну даже вот если кто-то будет это делать пока первые какие-то разы, можно себе зондиком аккуратно прямо обрисовать это место, для того, чтобы туда не залезть при заборе трансплантата. В общем-то, очень простые вот эти все подсказки, советы и особенности методов позволят вам делать это хорошо, быстро и качественно, и с 100% результатом. Еще раз давайте обсудим, измерили толщину соединительной ткани в донорской зоне, сделали разрез. Значит, мы измерили, например, получили толщину соединительной ткани в донорской зоне на небе 4 мм. Вы помните, что вы измерили до кости, да? То есть мы погружаем брюшко скальпеля не на 4 мм, а меньше, чтобы не травмировать надкостницу. Согласны все? На 3. Если мы этот трансплантат будем деэпитализировать, на 3, потому что нам нужно еще какой-то разбег в миллиметрах на деэпитализацию. Если мы этот трансплантат не будем деэпитализировать, можно на 2-2,5 мм погружить брюшко скальпеля. Конечно, я не стою с миллиметровой линейкой рядом с пациентом, это делается на глаз. Но, когда вы начинаете этим заниматься, я вам советую рядом положить либо какую-то гибкую ленточку с измерениями, либо ориентироваться на сантиметры ножки скальпеля у всех, да, наверное, они с линеечками. Можно прикладывать и немножко себя проверять иногда. Или когда вы видите, что у него критичный биотип, например, тонкий. Ну, потратьте на это время, оно вам потом воздастся. Трансплантат забрали. А травматичным пинцетом обязательно, помню, нехватаемого хирургическими пинцетами, потому что он нежный и подвержен всяческим настроениям нехорошим, если с ним плохо обращаться. Еще раз, травматичный пинцет, скальпель 15C. Ну, наверное, ничем другим его делать не надо. Я знаю, что некоторые хирурги для забора трансплантата с бугра, особенно когда используется расщепление при таких больших выраженных буграх, используют 12-й номер. Это который вот такой, как серп такой, как полусерп такой. Ну, может быть, кому удобно, вообще, без проблем, главное, чтобы он соответствовал микрохирургическим требованиям, да, и был не травматичным. То есть, что такое микрохирургическое требование к скальпелю? Это толщина его заточки, самого лезвия, да. То есть, например, мы сегодня, или завтра, скорее всего, мы будем на практику, мы посмотрим, вытащим лезвие и посмотрим, какие из них, да, подходят, например, и какие они подходят, чтобы вы сами могли, открыли, открыл вам ассистент, например, скальпель, вы посвязали его в ругарь, сказали, мне это не подходит, дайте мне другой. И я всем советую не пренебрегать материально-технической базы при проведении подобных манипуляций. Я понимаю, что синус можно серповидной гладилкой сделать, да, но намного эффективнее и удобнее делать это набором для синус-лифтинга. И здесь все то же самое. То есть, если есть требования к определенным инструментам, они у вас должны появиться в наборе или уже есть у кого-то, я знаю, что есть. Субтитры создавал DimaTorzok